Мы живем в необычное время. Многое кажется неопределенным. Пандемия продолжается, аномальная жара, изменение климата, сдвиг в моральной парадигме, а также внеочередные федеральные выборы. Некоторые авторы называют наше время культурными конвульсиями, как в 60-х. Изменения в обществе, которые обычно занимают десятилетия, происходят за год. Но есть лишь что-то стабильное. Кто управляет нашей историей? Где же Иисус? Его волнует наша жизнь? Можем ли мы рассчитывать на Его вмешательство? Что сейчас значит быть Его последователем? Весь следующий месяц вас ждет серия проповедей «Сила Царства» на основании Матвея 8.10. Она даст нам новую перспективу и ответы на вопросы, которые я только что поднимал. Для начала хочу представить вам контекст этой серии. Иисус начал свое служение в Галилее. Цитируя пророка Исаию, Матвей пишет, что жившие в глубокой тьме под тенью смерти увидели прекрасный свет. И нам сегодня, посреди тьмы, нашего времени, как никогда нужно видеть свет Иисуса. В конце 4 главы Матвей резюмирует суть служения Иисуса. «Иисус ходил из одного места в другое, проповедуя Евангелие Царства Небесного и исцеляя все немощи и болезни». По всему Израилю за Иисусом следовали толпы людей. И в конце 9 главы, стихи 34-35, находится такое же заявление. Оба эти заявления, как окончание книги, выделяют материал, находящийся между ними. А между ними находится откровение о том, кто такой Иисус, и что значит следовать за Ним. Прошлой зимой мы разобрали 5, 6 и 7 главы Нагорную проповедь. Мы назвали ту серию проповедей «Прекрасный путь». Почему? Иисус рассказывает толпе и Своим ученикам, что значит следовать за Ним. Его последователи – нищие духом и кроткие. Они жаждут праведности. Они милосердны и чисты сердцем. Его последователи – соль земли и свет миру. Они любят даже своих врагов. Они молятся, постятся и жертвуют на распространение Царства Божьего. Они не переживают за свои повседневные нужды, а в первую очередь ищут Своего Царства. Они находятся на узком пути Иисуса и приносят плод для Царства. Их жизни построены на Его твердом основании. На горе Иисус говорил с людьми с уникальной властью, и они были в восторге. В главах 8 и 9 Матфей описывает 9 историй и 10 чудес, демонстрируя уникальную силу и власть Иисуса над всем. Также в этих главах слегка пролит свет на мировоззрение служения Иисуса. Как и Его авторитетные учения, так и 9 историй о чудесах показывают, что Царство Небесное действительно здесь вместе с Иисусом. Нагорная проповедь и 9 чудес формируют две стороны служения Иисуса – Иисус, Мессия на словах и на деле. В 10 главе, после 9 историй, Иисус авторитетно посылает Своих учеников делать то же, что делает Он – провозглашать Евангелие, изгонять демонов и исцелять больных. Это уникальное и всеобъемлемующее поручение. Не могу дождаться, когда мы дойдем до этого. В этих главах представлены прекрасные темы – вера и сомнения, власть и страдания, учение и божественное присутствие. Мессианство Иисуса и конец времен, ученичество и Мессия. Царственная власть Иисуса сопоставляется с преследованиями и страданиями. Ученикам Иисуса нужно было знать, за кем они следуют и ради чего они живут, так как им придется принимать непростые решения. Молюсь, чтобы изучая эти главы, мы с вами видели Иисуса. Иисус – Мессия из рода Давида. Он – помазанный учитель, как Моисей. Он – Иммануил, Бог с нами. Он – великий пастырь, сострадающий, угнетенным и страждущим. Молюсь о том, чтобы мы получили более глубокое понимание Его власти над всем. Он имеет власть не над чем-то, а над всем. Давайте расти в нашей вере в Него, глубже понимать Его исцеляющее служение и что значит быть Его последователями в наше время. Итак, перейдем к нашему сегодняшнему отрывку. Иисус закончил Нагорную проповедь и спустился с горы. Его окружает толпа людей, но все внимание сфокусировано на Иисусе и одном человеке. Это была очень личная встреча. Если бы вы могли сейчас лично поговорить с Иисусом, о чем бы вы попросили Его? С какой нуждой вы пришли бы к Нему? Верите ли вы в то, что Иисус найдет время, чтобы выслушать вас? Что Он вам ответит? Задумайтесь над этим на минутку. Из-за сегодняшней истории стоит один вопрос. Неужели любой может прийти к Иисусу? Матвея 8.1 Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Кто такие прокаженные? Проказа — также известная болезнь Хэнсона. Это хроническое инфекционное заболевание, поражающее кожу, периферические нервы, а также кожу глаз и носа. Даже современные доктора не знают, как она передается. Когда поражаются нервы, прокаженные перестают чувствовать боль. В результате, конечности таких людей часто обжигаются или повреждаются, что приводит к потере пальцев на руках и ногах, а также самих костей и стоп. Эта болезнь обезображивает человека. Во времена Иисуса люди в Израиле следовали инструкциям из книги «Левит». В середине этой книги, в главах 13 и 14, детально описано то, как диагностировать проказу, относиться к прокаженным и подтверждать их очищение. Люди с такими кожными заболеваниями, как проказа, должны были изолироваться от всех и предупреждать других о том, что они больные. Они должны были носить рваную одежду, длинные волосы и прикрывать нижнюю часть лица, выкрикивая «Нечистый! Нечистый!». Представляете, как это войти в комнату и закричать «Внимание! Я нечистый!» Ко мне нельзя прикасаться, и мне нельзя здесь находиться. Почему они должны были так делать? Потому что их болезнь была заразной, и они были ритуально нечистыми. Их нужно было исключить из повседневной жизни и поклонения. А если их болезнь развивалась, то им не было бы места в обществе. Они должны были жить подальше от всех. Любого, кто контактировал с прокаженными, тоже изолировали от людей. Никакой другой болезни не было такого отношения. Прокаженные были изгоями. Их встречали с ужасом. Ничто не вызывало столько страха и отвращения, как эти ходячие мертвецы. Запах их разлагающейся плоти сообщал об их приближении задолго до того, как их было видно на горизонте. Они были символом того, что загрязняет общество, и того, от чего стоит защищаться. Они считались проклятыми и наказанными Богом, и самой яркой иллюстрацией греха. Величайшим страданием прокаженного была не физическая боль, а отвержение и отстранение от жизни в обществе, от поклонения в храме и от людей. А кто для нас с вами прокаженные? Как-то я шел по улице с пастором из Азии. Он был уродом из той социальной группы, которая считалась изгоями. Другие люди в обществе не хотели с ним иметь ничего общего, потому что его народность считалась проклятой. А кто для нас с вами прокаженный? Возможно, это представитель другой религии, другой расы, другой политической партии, другого поколения или другой сексуальной ориентации. Кого мы исключаем из компании Иисуса? И у меня вопрос, любой ли может прийти к Иисусу? Иногда мы исключаем самих себя из компании Иисуса. А нам кажется, что мы его недостойны. Вы так к себе относитесь? На окраине Каира, когда отец Семен начал проповедовать сборщикам мусора в мусорном городе, семьи забивались в дальний угол своих жилищ. Они считали себя грязными и недостойными его присутствия. А как вы на себя смотрите? Я много раз слышал, если бы я рассказал вам, что я делал, вы бы не поверили. Иисус не может простить меня. Вам точно не захотелось бы иметь со мной ничего общего. Очень часто наш грех начинает определять нас. Мы думаем, я похоть, я прелюбодей, лжец, лицемер, материалист, цинник и так далее. Мысль о том, что мы совершили грех, который Иисус не может простить, и который не дает нам право на спасительную благость Иисуса, это ложь дьявола. Эта ложь мешает нам прийти к Иисусу. Она отделяет нас от Иисуса. Правда в том, что никто из нас не достоин того, чтобы приблизиться к Иисусу, но прийти к Нему может любой. А в нашей истории прокаженный не следовал предписаниям. Нет, он не кричал «Нечистый! Нечистый!», а упал перед Иисусом на колени, поклонялся Ему и сказал, «Господь, если хочешь, можешь меня очистить». Он нарушил все протоколы того времени, чтобы обратиться с просьбой к Иисусу, говоря «если хочешь», что он имеет в виду? Прокаженный услышал о том, как Иисус исцеляет всех вокруг, и он знает, что исцеление прокаженного – это что-то неслыханное, сродни воскресения из мертвых. Но он также верил в распространенное верование тех времен, которое гласило, что во времена Мессии не будет никакой проказы, и у прокаженного появилась вера. «Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом. Евреям 11.6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Прокаженный поверил, что Иисус – это обещанный Мессия. Он верил, что Иисус имеет власть исцелить Его. Он верил, что Его исцеление засвидетельствует о том, кто такой Иисус. В Евангелии от Иоанна Иисус неоднократно говорит, «Мои дела свидетельствуют обо Мне. Верьте в Меня». А мы верим в то, что Иисус тот, кем Он себя называет? Верим ли мы в то, что Он имеет власть и силу над всем? Приходим ли мы к Нему с безразличным доверием? Прокаженный рискнул всем. Каждый человек в толпе осуждал Его, потому что Он был угрозой для всех. Но Он не боялся толпы. Он боялся лишь того, что Иисус может пройти мимо. И теперь Его интересует только желание Иисуса. Что Иисус будет делать? Вот в чем вопрос. Третий стих. «Иисус, простерши руку, коснулся Его». Иисус не упрекает Его за Его приход и не осуждает и не прогоняет Его. Вместо этого Он протягивает руку и прикасается к Нему. Эта фраза указывает на важность действия Иисуса. Прокаженный упал перед Иисусом на колени, но не прикасался к Иисусу. Иисус сам прикоснулся к Нему. В Евангелии от Марка сказано, что Иисус почувствовал сострадание. Это же слово Матвей использует в Матвее 9.36. Там сказано, что Иисус посмотрел на людей и увидел их беспомощными и потерянными. Иисус посмотрел на состояние прокаженного и что-то сжалось у Него внутри. Когда к этому прокаженному прикасались в последний раз, когда Он в последний раз чувствовал сочувственное прикосновение другого человека, Иисусу не обязательно было прикасаться к Нему. В Ветхом Завете, когда сирийский полководец Нейман заболел проказой и пришел к пророку Елисею за исцелением, Елисей не прикасался к Нему. В других историях об исцелениях Иисус использовал только слова. Иногда Он исцелял издалека. Конечно же, все вокруг были в ужасе. Иисус не должен был приближаться к тому человеку, потому что это бы сделало Его нечистым. Но тем самым Иисус сообщил прокаженному и всем вокруг что-то очень важное, что именно Иисус не стал нечистым. Прикоснувшись к прокаженному, нечистота не перешла на Него. Иисус не может оскверниться проказой или любой другой болезнью. Вместо этого Его прикосновение сделало прокаженного чистым. Контакт с Ним очистил больного человека. Иисус имеет власть над грехом и болезнью. Иисус делает нечистое чистым. Он — исполнение закона. Он — Святой Иммануил. Бог с нами. Он может исцелять и очищать. Эта сила течет из Него к прокаженному, побеждая болезнь и очищая его. Иисус может коснуться к любому. В этой истории Иисус готов нарушить все еврейские запреты, чтобы помочь страждущему. Он демонстрирует сострадание, принимает прокаженного и восстанавливает его. Прокаженный — это не неприкосновенный, проклятый Богом. А кого мы с вами считаем проклятыми? Но Иисус готов их исцелить. Кого Иисус принимает, а мы готовы исключить? Исцелил бы Иисус нас с вами. Иисус тянется к нам и прикасается к нам прямо посреди великой нужды. Третий стих. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу очистить». И он тотчас очистил от проказы. Иисус сказал, «Хочу». Он полон решительности. У Него есть вся власть и сила. И все, что Ему остается, только решить и действовать. Иисус может исцелить самую страшную болезнь, даже ту, что мы считаем неизлечимой. В Матвее 4, когда Матвей подытоживал служение Иисуса, он написал, «И прошел о нем слух по всей Сирии и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, бесноватых, лунатиков и расслабленных, и он исцелял их». Обобщение различной болезни и припадки можно разделить на три категории «бесноватые, лунатики и парализованные». Слово «лунатики» означает любое умственное заболевание и иррациональное поведение. Иными словами, Иисус исцеляет духовные, физические, душевные и эмоциональные заболевания. Иисус приносит исцеление всему в человеке. Кто-то может сказать, что такое служение Иисуса закончилось во времена Иисуса или во времена Его первых учеников. Но Новый Завет говорит обратное. Во-вторых, за последние две тысячи лет после воскресения Иисуса было множество чудес. Если у вас есть сомнения, то я рекомендую прочесть Новый Завет, а затем несколько книг. Например, Ли Струбелл «Дело о чудесах». Второй томник Крэга Киннера «Чудеса, но не будем забегать вперед». Сегодня мы говорим о прокаженном. Для прокаженного исцеление означало излечение его кожного заболевания, а самое важное – возвращение в общество, принятие и восстановление чести. Вот почему Иисус сказал ему в четвертом стихе. И говорит ему Иисус, «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». История заканчивается тем, что Иисус велит человеку принести соответствующую жертву и показаться священнику. Как сказано, ветхозаветные инструкции для прокаженных, которые стали чистыми. Почему Иисус попросил его повиноваться закону? Иисус уже исцелил и очистил его. Затем ему нужно было идти к священнику. Во-первых, следует заметить, что Иисус выпустил две первые фразы ритуала очищения, описанного в Левит 14. Иисус уже убрал всю нечистоту того человека. Это первая фаза очищения. А также назвал человека чистым. Это вторая фаза. Затем он говорит о третьей фазе, о жертве, чтобы священник разрешил ему вернуться к полноценной общественной и духовной жизни среди людей. У Иисуса было для прокаженного нечто большее, чем просто исцеление. Он хотел, чтобы прокаженный полностью вернулся в общество. Также и для нас он имеет не только физическое исцеление, но и полное восстановление. Прокаженный идет к священнику, но не за очищением, а за принятием. Иисус может восстановить любого. Этим летом моя дочь с зятем переехали из Британской Колумбии в Монреаль и привезли с собой моего внука Леона. Я наблюдал за его развитием на видео и по фейстайму, но теперь я был с ним лицом к лицу. Однажды вечером он ползал по полу, качался у меня на ногах, а затем он впервые в жизни сам поднялся и захлопал в ладоши. Я был в таком восторге, что закричал. Он также закричал и сел. А можете представить, в каком восторге был прокаженный. Ему, наверное, хотелось всех обнимать, но ему было очень неловко, как и нам сегодня. Этот человек хочет, чтобы я держал дистанцию, пожал ему руку или обнял его? Почему Иисус попросил его молчать? Во-первых, прокаженному нужно было показаться священнику и получить официальное разрешение на возврат в общество. Все вокруг хотели знать, действительно ли он выздоровел. Жертве нужно было просидеть в храме, который находился в Иерусалиме, далеко от Галилеи. Процесс провозглашения его здоровым должен был занять много времени, и только после этого он мог быть принят в галилейское общество. Во-вторых, повинуя закону, исцеленный прокаженный стал бы подтверждением силы и власти Иисуса. Очищение прокаженного стало бы свидетельством для священников и для всех людей, что пришло время Мессии, и им нужно принимать решения. В-третьих, повеление молчать показывает, что Иисус считал себя непростым чудотворцем, который поддавался мнению толпы и был таким Мессии, каким хотелось. Зачастую их мнения были более материалистическими и более политическими. Иисус пришел исполнить волю Отца, а не их волю. Он пришел принести исцеление, а не победить римлян. Он хотел, чтобы люди приходили к Нему не ради чудес, а чтобы познать Его. В Евангелии от Марка сказано, когда очищенный прокаженный ослушался Иисуса, он тем самым сделал миссию Иисуса только сложнее. Он повсюду рассказывал о том, что он был исцелен, и Иисус больше не мог войти ни в какой город или селение. Прокаженный был исцелен физически, но ослушался Иисуса. В конце первых трех историй об исцелениях, в восьмой главе, Матвей пишет очень важные слова. «Да сбудется!» Реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Матвей цитирует Исаию 53-4. «Иисус — наш целитель. Иисус исцеляет физические болезни. Он исцеляет душевные и эмоциональные недуги. Он восстанавливает нас для отношений с другими людьми. Он забирает наш позор, а самое главное — Он восстанавливает наши отношения с Богом». Как я уже говорил, проказа считалась ярким физическим образом духовного недуга под названием грех. Грех — отвратительный и заразный. Он отделяет людей от Бога и друг от друга. Он делает людей изгоями. Как и проказа, грех проникает внутрь. Он больше, чем то, что видно снаружи. Он постоянно распространяется и заражает. Он неизлечим. В Нагорной проповеди Иисус сказал, «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Как наши сердца могут стать чистыми? Как мы можем прийти к Богу? Когда ангел явился Иосифу, отцу Иисуса, он сказал, «Наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Матвея 1,21. Главной мессией Иисуса было очистить нас от наших грехов, удалить ужасную проказу с нашей души. Своей жертвенной смертью Иисус взял на Себя самую ужасную из болезней — грех. Мы были не в силах дотянуться до Божьей святости. Мы промахнулись мимо цели и бунтовали против Бога. Мы хотели жить независимо от Бога. У нас были мысли и действия, обижающие Бога. Иисус взял наш грех на Себя и умер на кресте за нас, чтобы принести нам настоящее духовное очищение и убрать эту проказу. А вы хотите, чтобы Иисус прикоснулся к вам? Иисус стал грехом вместо нас, потому что мы отчаянно нуждались в том, чтобы Он сделал за нас то, что мы сами не могли сделать. Только Он может очистить нас от нашего греха и восстановить наши отношения с Богом. Без Иисуса мы остаемся под тенью смерти, но по Божьей благодати Его свет может войти в наши сердца. Первое послание Иоанна, первая глава, шестого стиха. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. И если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, а Слова Его нет в нас. Иисус приглашает нас очиститься и стать целостными. Хотим ли мы быть исцеленными? Хотим ли мы поговорить с Ним сегодня? Как Он протянул руку и прикоснулся к прокаженному, так же Он тянется и к нам. Примем ли мы Его прикосновение? Примем ли мы Его очищение? Примем ли мы Его приглашение в отношение с Ним? Позволим ли мы Ему восстановить нас и нашу честь? Иисус прикоснулся к прокаженному и принял Его. А к кому Иисус просит вас прикоснуться со страданием? За кого Он просит вас помолиться? Кого Он просит вас принять в ваш круг общения? Кого Он просит вас принять в свою семью? Я хочу помолиться за тех, кто нуждается в том, чтобы Иисус прикоснулся к ним сегодня, прикоснулся к их жизни. А также я хотел бы помолиться за всех нас, чтобы мы стали исцеляющим присутствием в жизни других людей, чтобы мы были готовы прикоснуться и принять людей в нашу жизнь.